Мы традиционно становимся площадкой, где кандидаты в депутаты городского совета могут высказать свою позицию и ту программу, с которой они идут непосредственно в новый созыв Горсовета. Сегодня у нас в гостях Александр Глесков, действующий депутат городского совета, кандидат в депутаты нового созыва от партии Гражданской платформы. Добрый вечер, Александр, спасибо, что пришли. И у нас есть с вами 10 минут на то, чтобы поговорить о ваших планах и ответить на вопросы. Но прежде всего, мне хотелось бы, Александр, спросить, вы уже отработали прошлый сезон депутатом городского совета, у вас есть немалый опыт как депутата. Мне вот интересно, вы идете в новый созыв, что хотелось бы изменить в модели работы городского совета нового созыва? Ну, я думаю, городской совет нового созыва должен более жестко контролировать городскую администрацию, потому что в этом сегодня есть необходимость, как мы видим. Принимать больше нормативных актов, потому что городской совет это все-таки правотворческий орган. Ну и самое главное, городской совет как представительный орган, он должен сегодня участвовать в определении приоритетов развития города, а не просто обсуждать, как это вот многие годы происходило, те варианты, которые предлагает администрация. Как вы думаете, состав городского совета ведь кардинально наверняка обновится, это принесет положительное воздействие на ту модель, которая была бы оптимальна? Ну, если сохранится та модель, которая была, когда большинство в городсовете, 70% единая Россия, подконтрольная мэру лично и администрации города, то ничего не поменяется. Если придет больше альтернативных каких-то оппозиционных сил, тогда возникнет пространство для дискуссии, для того, чтобы более эффективно именно построить работу этого органа. Часто говорят, что горсовет там ничего не решает, мол, да, город живет по законам краевым и федеральным. Реально ли это так, или все-таки сила горсовета определенно есть? Неправда. Огромные полномочия горсовета, это и распределение бюджета, правила землепользования застройки, генплан, изменения в генплан, правила благоустройства, частично вопросы, связанные с тарифами на жилищную услугу и вопросы ЖКХ. Масса полномочий, не все из них горсовет даже сегодня реализует. Вы затронули тему генплана. Я знаю, что вы депутат по советскому району, сейчас это 16 округ, и занимаетесь уже сейчас проблемной точкой Ястинского поля. Расскажите, в чем там ситуация складывается? Насколько я понимаю, это тоже, скажем так, непоследовательная работа властей по застройке. То есть сначала жилье, отсутствие инфраструктуры, или какова там ситуация? Здесь все наоборот. Это какое-то просто градостроительное, административное преступление. Потому что здесь как раз с самого начала был проект планировки. Администрация города его приняла в 2007 году и дальше просто сквозь пальцы на него смотрела. Людям обещали две школы по 800 мест. В итоге только сейчас, через 7 практически лет, построили одну, но на тысячи. Вместо двух, но по 800. Обещали три детских садика по 150 мест. Построили один на 120, второго нет, а на месте третьего уже земля передана монолит холдингу и непонятно отдаст. Обещали поликлинику, поликлиники нет. Обещали дорогу, дорога есть наполовину со стороны маты-залки. Там болото просто, вот и лягушки квакают. И незаконные автостоянки. То есть чиновники городской администрации людям прогарантировали одно, а фактически свои же обещания не выполнили. Что происходит? Может быть денег в бюджете там элементарно не хватает? Ведь наверняка тоже одна из причин. Ну там вопрос даже не в деньгах, а в том, что, ну во-первых, отсутствовала система планирования. Начали строить в 7-м году, значит в 8-м году надо было начинать проектировать детский сад, в 9-м школу, в 10-м дорогу. И сейчас все уже было бы, потому что люди уже заселились во все дома. Там почти 10 тысяч жителей живут, но нет ни поликлиники, ни школы, ни детских садов. Ну, сколько я знаю, и в Покровском, собственно говоря, аналогичная ситуация складывалась, когда район был заселен, оказалось, что некуда даже сходить к врачу. Нет поликлиники, нет больницы. Гражданская платформа занимается сейчас во время предвыборной кампании активно подготовкой к так называемому гражданскому референдуму по ферросплавному заводу. Вы, насколько я понимаю, как юрист, еще и занимаетесь вопросом роли Шуваевского сельсовета вот в этой всей истории. На сегодняшний день, какова ситуация вообще с этим процессом? Потому что, насколько я помню, шуваевские депутаты приняли решение, что на территории их поселения завода не должно быть. Да, такое решение ими принято. Я там участвовал в этих слушаниях, когда это решение обсуждалось и агитировал за его принятие. Но, тем не менее, компания Чексу, она не успокаивается. Она еще до этого решения обратилась в суд. Уже год и пять месяцев длится судебное заседание. Вот мы с Артемом Кордонцом вызвались представлять Шуваевский сельсовет. И на данный момент дело приостановлено, потому что назначена экспертиза по ходатайству нашей стороны для того, чтобы определить, что из себя представляет проект. Это реконструкция, ремонт, капитальное строительство, потому что наперсточники вот эти из Чексу, их только так можно назвать, они вообще заявляют теперь, что это просто ремонт. То есть они там красят, белят, ничего не монтируют, не строят и дыр в стенах пробивать не собираются. Но для того, чтобы доказать, что это вранье, назначена такая экспертиза. Ремонт это строительство или реконструкция? От этого зависит комплектность документов. То есть если мы доказываем то, что мы хотим, что это как минимум реконструкция, а как максимум новое строительство, то значит им законно отказано в выдаче разрешения на строительство. И они идут гулять. Сейчас дело на каком этапе? Оно прошло арбитражный суд? Оно сейчас во второй инстанции. Это апелляционная инстанция, третий апелляционный суд рассматривает, который находится в городе Красноярске. Дело приостановлено. Дело приостановлено. Экспертиза назначена в Красноярском учреждении, Красноярский промостроение и проект. Что мы и хотели. То есть выбран Красноярск для экспертиза? Да, чтобы делали люди, которые здесь живут. Которые ощутят на себе последствия, если этот завод будет построен. А не шарашкина контора из Москвы, которую предложила Чексу. Но вот смотрите, Александр, есть экспертиза, она будет проведена красноярцами. 8 сентября в этом опросе, который будет проходить в день голосования, красноярцы тоже выразят свое мнение. Дальше, какова судьба? Насколько это значимо для дальнейшей судьбы? Ну, вообще у нас же демократическая страна. Поэтому власть обязана принимать решения на основе мнения большинства. Но сейчас, я так понимаю, у федеральных властей возникли какие-то сомнения. А действительно ли красноярцы искренне и осознанно не хотят видеть это вредное предприятие рядом с миллионным городом? Вот я считаю, что мы обязаны просто продемонстрировать федеральным властям, что это наше совершенно осознанное решение подавляющего большинства. Вот придет 200 тысяч человек и 199 проголосует против завода. Вот, пожалуйста, пускай федеральные власти делают выводы о том, что в Красноярске подавляющее большинство против. И мы исключим всякие спекуляции, потому что ЧИКСУ там бегает, каких-то уполномоченных по защите ферросплавов к нам привозят. Александр, вот я уже задавал вашему коллеге от гражданской платформы Константину Сенченко вопрос. Почему гражданская платформа настолько категорична? Наверняка, вот вы погружены же в тему ферросплавного завода. Неужели нет модели современного и безвредного, ну или маловредного производства, которое было бы толчком для развития промышленности в Красноярске? У него нет другого пути. Но по ферросплавному производству модели такой нет. Все экспертные заключения ученых, а их несколько десятков было сделано, показали, что это производство вредное, и его усовершенствовать при современных технологиях невозможно. До той степени, когда оно не приносило бы вред окружающей среде и здоровью населения. Опять же, есть научное изыскание медицинского характера в тех регионах, где уже десятилетия это производство работает. Там страшная динамика заболеваний. Поэтому здесь все изучено, ну вариант только один – не строить. А что за история вот еще связана с Сосновоборском? Потому что по некой информации возле Сосновоборска тоже должно строиться какое-то предприятие, связанное с марганцем производства. Ну это не некая информация, это совершенно официальная информация. Можно в интернете посмотреть программу развития до 2020 года Турханского района. Там есть Пороженское месторождение, где руда пригодная для производства вот такого же рода феромарганцевых сплавов. Вот я лично, как депутат, делал запрос Министерства природных ресурсов. Мне ответили, что действительно проведен конкурс на освоение этого месторождения. Но победитель конкурса, там фирма, аффилированная с Ростехнологиями, тоже непростые люди, они пока ждут. Я так понимаю, ждут, чем кончится война с Чексу. А корпуса у них куплены в Сосновоборске на базе завода автоприцепов. Но это все-таки история пока такая далекая. Но она опубликована в металлургических журналах, специализированных, что есть такой проект, он разработан. То есть люди просто ждут, чем закончится борьба наша с ЕФЗ. Если мы не победим, значит у нас будет два феррасплавных завода, потом еще какую-нибудь гадость здесь построят. Александр, у нас осталось 30 секунд. У вас есть возможность обратиться сейчас к красноярцам, сказать им все, что вы хотите и призвать, возможно, голосовать. Ну а что сказать? Приходите на выборы 8 сентября, потому что это переломный момент для нашего города. Если вот сейчас мы не сплотимся и не объединимся и не придем на выборы, то мы никогда не выберемся вот из этого застоя, в котором мы сегодня находимся. Спасибо, это был Александр Грисков, кандидат в депутаты городского совета от Гражданской платформы и действующий депутат Горсовета. Далее программа «Дела» и Анна Прохорова.